В самом начале немного статистики. В нашей стране сегодня около 500 издателей. Они выпускают более 20 миллионов книг в год. Другими словами, это 200 небольшим книги на каждого жителя Беларуси. Марина Сергеевна, как считаете, много это или мало? На самом деле важно не сколько книг выпускают, а сколько книг человек читает. А в век нынешний, в век развития информационных технологий, отследить, сколько конкретно читает каждый человек, учитывая, что молодежь сейчас в основном читает электронные книги, очень сложно. Но что касается пользователей библиотек, такая статистика в стране есть. И очень приятно, что наша страна среди стран СНГ занимает второе место после Российской Федерации. У нас примерно каждый третий житель Беларуси пользуется услугами библиотек. 2017 принес достаточно красивую масштабную дату, 500 лет белорусского книгопечатания. Как готовилась библиотека, коллектив, ваша команда к этому юбилею? На самом деле план мероприятий к этому юбилейному году был огромный. Они еще и продолжаются у нас до сих пор. Каждое мероприятие, подготовленное нашими сотрудниками, содержит в себе элемент театрализации. Будь то квест по библиотеке, будь то день православной книги или день славянской письменности. И, конечно же, полюбившаяся всем жителям нашего города традиционная библионочь, она тоже в этом году была окрашена красками белорусского национального колорита. И в этом же году для юного читателя в нашем отделе редкой книги открылся новый культурно-образовательный проект «Экслибрис», на котором маленькие наши читатели могут почувствовать себя в роли искусных книжных мастеров, работая над изготовлением каких-то элементов книги. А молодые сотрудники библиотеки в своих интерактивных лекциях и занятиях обучающих рассказывают об особенностях национальной книжной культуры каждой страны. Практически уверен в большинстве мероприятий этого года в центре внимания фигура нашего первопечатника Франциска Скорины. Марина Сергеевна, в этом же году библиотека получила по-настоящему уникальное издание «Книжное наследие Скорины». Расскажите о нем. Это удивительный проект, огромный труд Национальной библиотеки нашей страны, который продолжался с 2013 года. Целых пять лет сотрудники Национальной библиотеки на первом этапе выявляли все сохранившиеся на сегодняшний день издания нашего белорусского первопечатника. Потом дальше шла огромнейшая работа по переговорам, по цифровке этих изданий, по снабжению их предисловиями, переведенными на русский, белорусский, английский языки. Это именно оригинальные тексты Франциска Скорины. И в итоге уникальная Скориниана, представляющая собой 20 томов изданий Франциска Скорины и один вспомогательный том, который раскрывал всю вот эту научную подготовительную работу, увидела свет. И в 2017 году все библиотеки нашей страны получили этот замечательный дар от Национальной библиотеки. Таким образом, наследие Франциска Скорины вернулось в свою страну. 2017 указом президента, как помните, был объявлен Годом науки. Насколько масштабно этот инфоповод был обыгран в мероприятиях областной универсальной библиотеки? И насколько удачной оказалась такая форма общения с читателем, как научное кафе? Каждый вновь объявляемый год какой-то темой дает импульс развитию библиотеки именно по этому направлению. Так было и с Годом культуры, в котором у нас заработала литературно-музыкальная гостиная, и начался наш проект «Гомель в лицах», который продолжается в этом году, будет продолжаться в 2018. А научное кафе полностью себя оправдало. Это дискуссионная площадка, которая, как мы теперь понимаем, была необходима нашему городу для встречи молодых ученых с экспертами в той или иной области. А ведь и темы не самые простые. Но они интересны широкому кругу населения нашего города. Это и неизвестные страницы гомельской военной истории, и первопроходцы гомельской науки, возможно ли жизнь без старения. Мы поднимали темы инноваций в медицине, инноваций в цифровой экономике. Сотрудниками нашей библиотеки подготовлен экспозиционный ряд из десяти ученых нашей Гомельщины, представляющих мировую науку. Там представлен и всем известный нам Выгодский, белый, сухой. И мало того, что сделана эта экспозиция в библиотеке, сотрудниками подготовлены краткие видеоролики о выдающейся личности, связанной с Гомелем. И напоследок, в следующем году библиотеке исполняется 90. Марина Сергеевна, наверняка задумывались неоднократно, какой быть современной библиотеке, библиотеке будущего, для того, чтобы она постоянно была востребована у читателя? Прежде всего, быть готовой к переменам. И переменам в сознании самого библиотекаря, сотрудника библиотеки. Нужно поставить себя на место читателя, увидеть, насколько комфортно и интересно приходить в нашу библиотеку. И на сегодняшний день библиотека ни в коей мере не должна оставаться собранием книг. Она должна быть социокультурным институтом, который предлагает разные формы проведения интеллектуального досуга, обучающие клубы по интересам, какие-то дискуссионные площадки внутри себя. Но самое важное, чтобы во главе каждого мероприятия всегда была ее величество книга. Марина Сергеевна, спасибо за ваши интересные проекты, успехов в делах и до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо, Александр.